Мы в Америке запретили показ немецких фильмов. Фильмы Мадам Дюбари и Сумурун первыми пробили эту блокаду. Это был наш общий сенс на успех. Любич еще работал в Европе, а мне предложила контракт студия «Парамамут». «Голливуд» — это было заманчиво и тревожно одновременно. Моя карьера стремительно шла в гону. Эрнст, я боюсь Америки, я плохо говорю по-английски. Наш фильм скажет все за тебя. А если я заблужусь, и мне никто не поможет? Ну, а кто-нибудь обязательно поможет. Только ты сразу же не выходи за него замуж. Перестань, мне никто не нужен. Пола, это Голливуд. Ты должна выходить в свет, позировать фотографам, посещать приемы, заводить романы. Романы? Да, Полита, это часть профессии. Вот если бы ты со мной поехала? Позовут? Тогда поеду. Эрнст, скажи, что я не должна делать. Вы много работаете с Арстом Любичем. Скажите, а что у вас общего? Мы с господином Любичем не признаем никаких рамок, никаких обычаев, никаких границ. Дело в том, что у нас, госпожа Энегрия, русские корни. А еще мы поможем уникальный стиль Любича. Господин Любич смешивает трагедию с комедией, драму с фарсом и передает на экране больше, чем показывает. А показывает намного больше, чем кто-либо имел в себе смелость. А вы скажите, а насколько важны титры в ваших фильмах? В идеале титры в фильмах не нужны вообще. Текст должен зазвучать при помощи жестов и взглядов, что, кстати, блестяще не дается госпожа Энегрия. А еще вопрос. Правда, что в Америке вас с нетерпением ожидает господин Чаплин? Ой, вы что? Вы не настолько блестны. Ожидает, ожидает. А еще вопрос, господин Любич поедет с Ваней. Я бы очень этого хотела. А вы? Ну, если там отменят другой закон и санкции, то почему бы и нет. А сейчас, дамы и господа, просто нас простить. Госпожа Энегрия смешит на корабль. Спасибо. Всем большое спасибо. Что? Уже пора? Була. Була. Я хочу, чтобы твой мужчина был красив, умен, талантливый. Амбициозен, островумен, ну и интеллигентен. Такой, как ты. Такой, как ты, Була. Тебе пора. До скорой встречи. Була. Смайл. Улыбайся. Это Америка. Так гораздо лучше. Да. Да. Как. Була.